Мартовское наступление Красной Армии в 1943 году было настолько мощным и стремительным, что нередко в течение одного дня войны освобождали несколько населенных пунктов. Так было в Славянском районе, где одновременно в знак окончания фашистской оккупации взвилось знамя победы в станице Петровской и в хуторе Бараниковском. Нелегким был путь жителей хутора к свободе и счастью. Фронтовые дороги были обильно политы свинцом, и каждый взятый рубеж давался с огромным трудом. Такое невозможно забыть. О лишениях жителей и нелегкой цене победы говорилось на митинге, который состоялся около памятного мемориала в центре хутора Бараниковского. Сотни солдат-освободителей упокоились на мемориалах, которые расположены в наших хуторах. Мы должны помнить о каждом из них. Мы должны помнить о том, какой ценой досталось нам счастье. Сегодня мы вспоминаем о каждом солдате, о каждом труженике, который в тылу ковал победу. Сегодня мы помним о наших юных героях Любили Гастаевой, которая боролась с фашистами здесь, в хуторе Бараниковском. Сегодня мы помним о Лене Объедке, который со своими товарищами боролся с фашистами в Худре Семисводном. И таких фамилий можно называть тысячи, потому что каждый знал, что нужно сделать обязательно хотя бы маленькое дело для того, чтобы приблизить нашу великую победу. Сегодня, когда фашист вновь поднимает голову, нам нужно помнить о наших дедах и прадедах. Своё выступление на митинге глава протокского сельского поселения Евгений Дмитриев завершил волнующими строками поэта Роберта Рождественского из поэмы «Реквием». Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоёвано счастье. Пожалуйста, помните, горли сдержите стоны, горькие стоны. В памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Мечту пронесите через года и жизнью наполните. Только о тех, кто уже не придёт никогда, заклинаю, помните. Окупация стала тяжёлым испытанием для хуторян. Захватчики не церемонились с теми, кто оказался под их властью. Они отбирали продовольствие, имущество и уничтожали дома селян, угоняли молодёжь в Германию. Всё это сохраняется в памяти старожилов. Председатель Совета ветеранов сельского поселения говорил об этих событиях участникам митинга. Были освобождены все наши хутора от фашистских захватчиков. Окупация наших хуторов длилась, казалось бы, не очень долго. Всего 7 месяцев и 9 дней. С 9 августа 1942 года по 18 марта 1943 года. Но за этот короткий период фашисты сожгли здесь у нас. Десятки домов сожгли, разбомбили фермы, полевые станы. Уничтожили памятники наши. Угнали сотни наших жителей в плен. Учащиеся Бараниковской школы воспитываются в глубоком уважении к памяти воинов-освободителей. Для ребят подвиги солдат Победы во время Великой Отечественной войны это что-то дорогое и близкое. Кто в 18 с небольшим познал цену потерь, кто за Россию жизнь отдав, открыл в бессмертие дверь. Гори свеча, не затухай, не дай нахлыну тьме, не дай живым забыть всех тех, погибших на войне. Исполняется ровно 80 лет с того времени, когда наши земляки освободили эту священную кубанскую землю от немецко-фашистских захватчиков. И мы гордимся этим, что наши земляки, наши славные жители и наши преподаватели, ученики чтят и с гордостью несут это великое знамя Победы. И мы, преподаватели 43-й школы, работаем все для того, чтобы наша молодежь была патриотически настроена и могла в любое время встать на защиту нашей любимой Кубани. Состоялось возложение венка и цветов к вечному огню. Славянцы всех поколений преклоняются перед немеркнущим подвигом и склоняют головы в знак скорби о солдатах и офицерах, навсегда оставшихся на полях сражений. Вечная память героям. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа События.